вот подключил так он коротким теплый но так особо сильно потернет потому что он короткий хоть и тонкий вот такой такой теплый достаточно неслабо как видно не дымит можно сказать горячий там уже горячий немножко нужно короче провод вот подключил 075 миллиметров квадратных проводов вот где импульс тут мне казалось что раньше раньше что он вот тут вот тут на самом деле открытие или открытие транзистора и выброс он вот тут на самом деле так вот 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 Продолжение следует... 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 сдвиг есть все-таки но не на 90 градусов меньше почему-то вот тут четко на верхушку настроил на токовом колечке вот то есть на но проводе смотрю потом тоже на верхушке вот уже чуть в эту сторону больше сдвинут как бы это мелочь вот тут открытие идет как он любит наводки но тут видимо очень маленькая амплитуда поэтому он очень хорошо ловит вот тут он открывается тут закрывается тут второй транзистор открывается тут закрывается он вот прекрасно верхушкой где тайм идет и почему-то так совпадает с напряжением либо он на 180 градусов сдвинут мне кажется это вряд ли был бы осциллограф двухканальный можно было бы посмотреть теперь никак не проверить Продолжение следует... 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 там весь заэкранирован поэтому там никакие наводки минимально будет наводки наводиться у меня могут наводки наводиться делаю щуп для стеллографа и вот тут спаял и этот это место нужно будет заэкранировать вот фольгой потом эти концы минусовые спаять к ним тоже подключить фольгу вот примерно таким образом потом эти концы соединить наверно припаять к фольге нет потому что она без изоляции на и так сам прилипнуть будет буду без никаких делителей делать поэтому просто достаточно вот какой-то не поболее такой который упругий крокодильчик найти такой небольших размеров чем меньше тем лучше все-то его потом тоже следовало бы фольгой отложить чтоб он как бы экранирующий эффект создавал наверно этого делать не будем потому что сложно это будет сделать так его припаять вот припаял как прижалка вот этот вот конец не вот есть и вот минус тут и закранирована минус вот кранировать надо поэтому такой длинный тут пожалел кабеля коаксиального пожалели у его резал поэтому он очень длинный получился вот такой ты без никаких делителей делается поэтому все очень просто напрямую все вот закончил вот этот непригодный слишком большое так лучше из-за ленты удобнее смотать то есть такой переходник который переходит вот из-за этого конца вот в этот вот входит вот потом вот надевается вот тут и снимается вот так легко вот такой длинный щуп получился вот уже проверяю с новым сцилографом с новым то есть щупом вот сигнал какой-то очень слабый он размытый видимо хорошо за экранирован потому что слабого это вот вот это возле антенны вот он лежите даже очень близко поставил то есть возле этого высоковольтного провод вот по верхушке бьет и теперь подключу его на токовое колечко здесь тем резистора а уже одно плечо за цепи начинает к наводке ловить второе вот и сумма грамма как выросла тут он намного выше даже чем вот тут возле самого этого он теперь он стал не чувствительный к наводкам все за экранирована хорошо вы раньше вот тут вот так прикасался что-то делал амплитуды вырастала теперь вот прикасаюсь ничего не вырастает теперь очень стойкий от наводок стал угла теперь действительно сдвинута вот на 90 градусах там было на верхушке а тут вот уже не на верхушке ну примерно где-то на 0 точке вот раньше тут все был значит нехороший там он куча наводок ловил он показывал не только напряжение от наводок теперь вот каким пульс съехал в сторону так что руслан ты там не то мирил своим вот если 500 килом поставлю будет другая сила грамма подключил 500 он там стоял один он этот стоял один подключил 500 у руслан один килом насколько помню теперь включая вот уже амплитуда сильно выросла вот где наш импульс он теперь на верхушке он вот тут вот так что руслан это даже 500 тонн если один киломтом подставить там вообще там еще больше будет показывать напряжение что руслан мерил напряжение не только говорил я смотрю ток я только камерила на крыши них теперь поставить нужно 10 попробовать вот поставил 10 ом резистор он импульс немножко съехал вот он уже не на верхушке но и и не так сильно как на одном уме вот он уже немножко съехал то есть даже 10 он это слишком много нужно 1 он поможет даже 0 1 он чтоб мерить напряжение чтоб ток мерить вот и раньше он был где-то тут мы съехали вот 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 я Нет, тут как-то странно. Как раз на верхушке. Может это Попробую отключить все это. Может это уже как-то очень слабые Силограммы и наводки ловятся лишь. Вот я подвинул этот кусок Провод подальше от этого конденсатора, чтобы тут не так всякие наводки Собирались. Наверное нужно было бы на той стороне Мерить там за земленками конец, не так будут наводки Собираться. Вот подключаю. Тут все равно посередине почему-то импульсы. Либо если он начинается, то где-то вот тут немножко в этот бок съехавший. А там похожи были наводки. Теперь вот на той стороне где вот этот конец заземлен. Вот тут вот. На землю вот идет. Теперь вот тут минус. Тут вот плюсовой конец Силограф. Теперь вот если смотреть где начало этого импульса, так она где-то вот тут вот. То есть она уже приблизительно посередине. Вот она уже Уже не вот тут они на верхушке, а в этот бок сдвинут. То есть близко к середине, как и там. Ну не идеально. К середине может часть наводки как бы смещает его. Может не полный резонанс как бы. Но все равно уже достаточно сильно сдвинута вот. А если посмотреть, что на конденсаторах творится. Ну так как вот теперь без делителя, то нужно на 10 вольт клетка ставить. Сколько? Один, два, три, четыре. 60 вольт может. Ну так. Ну 60 мало. Ну может с лампой ничего не случится. Посмотрю, что на конденсаторах творится. Вот. 10 вольт клетка настроим. Вот тут зашкаливание идет. Амплитуды. Вот он зашкаливает. Даже не могу посмотреть, что там происходит. Вот там видно, что на верхушку попадает. Нужно уже вот с этим смотреть, который делитель имеет. Чтобы посмотреть тут напряжение. Либо можно самому делитель очень легко сделать. Ну так по-быстрому, если надо. Вот нарисую как сделать. Просто надо к плюсовому концу подключить резистор. Там где-то 100 кОм. И конденсатор параллельно ему где-то там 30 пФ примерно. Вот это входит, это подключать уже. И вот так можно быстро делитель сделать. Ну а по правилам так еще там желательно где на входе там еще где-то 1 мегалом конденсатор между плюсовым концом и минусовым. Вот тут вот поставить конденсатор. То есть резистор на 1 мегалом или 10 мегалом где-то так. Потому что иногда он стоит, но у меня тут тоже должен стоять. Написано 1 мегалом 40 пФ. Но что-то не мерил. Нет там никакого 1 мегалома. Может он перегорел. Вот я подключил плюсовой конец вот к тут вот на индуктор, где вот близко этот провод высоковольт. Ну где шпарит вот этот трансформатор Тесла. А другой на минус. Так то пропало. Такое дрожание и всякие там наводки. Вот двигаем. Тесла. Подключил я на токовое колечко, где резистор 10 Ом вроде параллельный. Вот там резонансные конденсаторы подключил. В общем я туда-сюда гонял этот импульс. Ничего не происходит, даже никакого ни шипения, ни треска. Немножко там и длину увеличивал, и уменьшал. Потому что никакого влияния от него не происходит. Вот я его теперь вниз гоню. И вверх. Теперь многооборотов. Вот. Я вверх. Так. Итак. Продолжение следует... Горячая... Продолжение следует... 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 Никак не влияет. Такой слабый, высокий писк. Вот этот меняет ширину, этот еще в больших пределах ширину меняет. Если потребление растет, ты знаешь, что значит ширина увеличивается. Если падает, значит уменьшается. Тут на определенный ширин он ярче начинает пищать. Но на нагрузки это ничего никак не влияет. Такой слабый. Такой слабый. Там пенопласт просто воткнул. Такой слабый. Такой слабый запах. Продолжение следует... 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 то есть две с половиной микросекунды очень большой выставила уже немножко и боюсь что может сгореть то есть транзисторы такой длины длины больше попробую когда прикоснуться ток сразу подпрыгнул очень все-таки измерил транзистор между затвором то есть между стоками и стоком на ледяном ряд на другой раз нужно ставить последовательно одином резистор чтобы мог очень сильно очень большой ток чтобы не мог произойти морозок только на нем плюс вот такой здоровый конденсатор он тут может очень большой ток резко отдать